Ну, я думаю, видно меня не очень хорошо, у меня просто камера не очень хорошая. Я сегодня думала, включать камеру или не включать, или просто картинку поставить. Но потом решила все же включить, потому что мне самой не нравится, когда человека слышно, но не видно. Вот, поэтому решила все же оставить свое изображение. Итак, как уже сказала Наталья, зовут меня Наталья Лукьяненко, я консультант ее структуры, и сегодня я расскажу вам, как я работаю с продуктом. Ну, частью же того, что сказала, я использую то, что рассказала Наталья, ну, потому что я консультант ее структуры, поэтому, когда я проходила обучить, и у нее я использую многие вот эти методы, которые она предлагает. Правда, часть вебинара я не слышала, у меня вырубил интернет, и я думала, что я уже вообще больше в комнату не попаду, но вот все же попало. Поэтому я не слышала всего того, что она говорила, но буду рассказывать то, что я как бы приготовила рассказать вам. Вы уже многие знаете, что от того, насколько вы хорошо знаете продукт, зависит то, купит у вас клиент его этот товар или нет. Когда я стала консультантом, я уже много лет использовала продукты Арифлейн, примерно я пользуюсь продуктами Арифлейн с 2002 года. Я покупала их тоже у консультантов, и поэтому, когда сама стала консультантом, многие продукты знала, но не все. Вы знаете, что компания Арифлейн заменяет продукты, и некоторые продукты мне были неизвестны. И еще я не пользовалась туалетными водами Арифлейн, когда покупала. Поэтому вот у меня самая большая проблема, это была с туалетной водой. Я как бы с ней очень плохо разбиралась. По крайней мере, в туалетных водах компания Арифлейн. Вот. И все же я испытывала затруднения, когда меня спрашивали про тот или иной продукт. Поэтому я все время изучаю продукцию. Во-первых, как сказала Наталья, да, я покупаю пробники, и особенно, когда я вижу, что появляется новый продукт, а пробник приходит немножко раньше, я обязательно покупаю этот продукт, пробник этого продукта. Тестирую его на себе, а уже потом о своих впечатлениях рассказываю клиентам своим, какие у меня впечатления. И им даю тоже протестировать этот продукт. Потом, когда клиент покупает продукт, я после этого обязательно у него спрашиваю. Спрашиваю клиента, понравился ли ему продукт, чем ему понравился продукт, чем не понравился. Потому что всякое бывает. Иногда говорят, что им продукт каким-то образом не понравился. Вот. Если клиент сомневается, например, какой крем ему выбрать или что-то, я предлагаю вначале купить пробники. Вот, например, насчет помады, как Наталья говорит. Я, например, во-первых, помада меняется очень часто, поэтому я сейчас даже пробники помад и не покупаю. И потом, когда клиент пробует пробник, он его чаще всего где мажет? На руке. Я уже заметила, что если пробник, помады попробуют на руке, а потом на губах, на губах может быть совсем другой эффект. А одним и тем же пробником, не боже предлагать один и тот же пробник клиенту одному помазать губы, другому помазать губы. Это невидимично. Поэтому сейчас, если клиент не знает этой помады, он ее ни разу не покупал. И чтобы у него потом не вышло так, что помада ему не понравилась, я ему предлагаю вначале попробовать пробник. Говорю, вот какие, посмотри, какие тебе цвета нравятся, вот этот, этот, этот. Вот давай, возьми ты эти там два-три пробника, ты его протестируешь. Вот. И тогда ты будешь уже дальше выберешь, потому что чаще всего я делаю не один раз по каталогу заказ. В следующем заказе ты уже сможешь выбрать. Они так и делают. И вот я теперь так и поступаю. То есть клиент уже покупает пробник, а потом заказывает помаду. И все получается хорошо. И им хорошо, и мне хорошо, когда уже не говорят, что вот не понравился. А то бывало раньше так, бывало, что купит, а потом и говорит, знаешь, со цветом не попал. И бывает как-то мне, например, тоже не очень приятно. Вот. Иногда бывает так. Например, клиент не знает, какую из двух тональных основ тебе выбрать. Ну, мы выбираем, я говорю, например, какие плюсы у этой тональной основы, какие плюсы у этой тональной основы. Ну, в конце концов, он делает выбор и выбирает себе какую-то тональную основу. И обязательно я ему еще потом в подарок кладу пробничек другой тональной основы, которую он тоже как бы для себя думал, ту или ту. Даю ему попробовать как бы и ту попробовать тональную основу, чтобы он потом уже выбрал. Заказать ему тональную основу, ту, которую он уже сейчас пробует, или, может быть, заказать следующую тональную основу. И так бывает. Иногда он попробует, скажет, нет, мне все же та, которую я выбрал, мне больше понравилась. Выберу я снова ее. А иногда бывает, говорит, ой, а та тоже хорошая. Давай я заменю и в этот раз уже закажу другую тональную основу. Вот. И тоже вот это хорошо срабатывает. Также я, например, поступаю и с помадой. Если человек покупает помаду и, может быть, хотел какой, я могу ему пробничек заказать и тоже положить в подарочек. Также я поступаю и с кремом, могу поступить и с туалетной водой. То есть я пробники очень часто, бывает, покупаю и вкладываю в качестве такого небольшого презента своим клиентам. И они потом уже, видя, что другой продукт, если он понравился, они мне его потом тоже заказывают. Вот. Надо хорошо знать, конечно, потребности клиентов. Например, я очень хорошо знаю, например, что вот одна клиентка, например, у меня любит экспериментировать с туалетной водой. Она особенно любит новые туалетные воды, когда появляются. И я знаю, что она мне обязательно, увидев новую туалетную воду, спросит, какой у нее запах. Поэтому я стараюсь всегда, еще до того, как придет в каталог, и я отдам его клиентам, я эту туалетную воду уже себе приобретаю, пробник. И где-то с ней при встрече, когда я ей отдаю каталог, я обязательно ей даю уже ее протестировать. Говорю, попробуй, вот новая туалетная водичка, может быть, она тебе понравится. И очень часто она как бы заказывает ее. Ну, бывает, иногда, говорит, у меня еще та туалетная вода есть. Ну, например, если она ей понравилась, то она на следующий раз уже заказывает и туалетную воду. Вот. Пробники туалетной воды у меня всегда в сумочке, особенно те, которые, вот, например, здесь в каталоге. Вот в данном каталоге, который я показываю, они всегда у меня лежат там. То есть, если кто-то вдруг скажет, ой, вот хотел бы эту заказать, только вот не знаю, как она, какой запах уходит в туалетной водичке, я даю ее попробовать. И тогда человек выбирает, выбрать ему или нет. И обязательно я кладу на веночке и те пробники, которые здесь в каталоге. Вот. Сама я очень часто пользуюсь многими продуктами Рифлэйн. То есть я все у меня, все продукты, которыми я пользуюсь, как говорится, от головы до пяток, все от компании Рифлэйн. Поэтому я всегда рассказываю клиентам. Вот. И они верят мне, как говорится, на слово, и покупают эти продукты. Вот. Надо рассказывать, конечно, не только о самом продукте, но и важно рассказывать, как пользоваться ей. Потому что если человек неправильно пользуется продуктом, конечно, он ему может не понравиться. Вот, например, мы недавно с одной клиенткой выбирали, она сказала, надо кремы для лица. Мы с ней посмотрели серии, вот как Наталья говорила, обсудили, какие у нее проблемы, какую бы она хотела выбрать. И вот я ей посоветовала, мы остановились на королевском бархате. Я ей сказала, что я сама им тоже пользовалась, мне он мне очень нравится. У нас типы кожи похожие и возраст похожий. Поэтому я говорю, вот давай этот. Она, да, хорошо, и мы начинаем с ней обговаривать, что она из этой серии закажет, все или только кремы. Она говорит, нет, я закажу только кремы. Я говорю, хорошо, значит, тебе заказать дневной крем, ночной крем и крем для век. И она сразу же бунтует, нет, крем для век мне не надо. Я говорю, а почему не надо? Не пользуюсь я этим кремом. Я говорю, а почему? Крем для век обязательно нужен. Она говорит, а он в глаза попадает. У меня потом щиплет глаза. И вот я выясняю, что оказывается, она наметит крем вот именно чуть ли не до самых ресниц. Но естественно, он попадает в глаза. И когда я ей говорю, что нужно крем наносить только на неподвижное веко, она была очень удивлена. То есть она даже не знала, несмотря, вот говорится, уже на такой возраст, она даже этого не знала. Что крем вот так надо правильно носить. Поэтому надо, конечно, человеку учить правильно наносить продукт. И тогда они уже купят и то, и другое. Если я не знаю что-то о продукте, то я смотрю отзывы на сайте Арифлейн. Там, конечно, разные. Бывает об одном и том же продукте. Некоторые восхищаются им, другие его ругают. Вот я себе тоже недавно выбирала крем. Решила остановиться на серии Экологен 3D. Я не рада им не пользоваться, пользовалась другими сериями. И решила взять вот эту всю серию. Там как раз где-то каталога 2 назад, да, была она такая в наборе. И набор был очень недорогой. И я думаю, давай я куплю. Притом у меня уже сыворотка была, которая пришла мне в подарок. И я решила купить. Но все же решила посмотреть отзывы. Ой, что там я только не начиталась. И крем для век щиплет веки. А у меня веки очень чувствительные. Кожа на веках очень чувствительная. И то плохо, и то нехорошо. Но я все же отзывы прочитала, но решила поступить по-своему. Я эту серию купила. Вы знаете, я была очень довольна. Ничего у меня нигде не щипало. Никакие веки не щипало. Очень даже превосходно. Мне очень-очень понравилась эта серия. И вот теперь я, конечно, если буду своим клиентом, я обязательно буду им об этом рассказывать. Многие не любят покупать продукты по каталогу. Вот я иногда прихожу, они говорят, ой, я не люблю покупать продукты по каталогу. Поэтому, как говорит Наталья, что должна быть своя косметичка, у меня есть не только косметичка. У меня есть такая коробочка. Ну, большая. Даже не просто коробочка, а коробка. Может быть, ну, не такая. Ну, такая вот, примерно, как вот коробка из-под обуви. Такого хорошего размера. Вот примерно такая. И я иногда, когда мне есть продукты по продаже, продукты, подарки, может быть, иногда я сама что-то заказываю, я их вкладываю в эту коробочку и приношу клиентам. Вы знаете, они как маленькие дети. Эту коробочку заглядывают, руками трогают. Ну, я, конечно, не все распечатывать разрешаю. Ну, вот что можно, где. Если у меня там коробочка с туалетной водичкой, то у меня обязательно к этой туалетной водичке пробничек привозят. Вот они там разбирают. И вы знаете, вот те, кто, например, плохо знают продукты Арифлейн или не любят покупать по каталогу, они обязательно купят что-то из этого продукта, из этой коробки из малей. А когда они попробуют один продукт, попробуют другой продукт, убедятся, что это хорошие продукты, они потом будут здесь покупать по каталогу. Вот, поэтому я, конечно, ее не все время с собой ношу. Иногда бывает, когда долго не приношу, они мне говорят, а я всем говорю, это моя волшебная коробочка. Вот они мне говорят, ой, а есть что-нибудь в волшебной коробочке? Я говорю, ну, верь. Ой, принесите, пожалуйста, мы так хотим посмотреть. И вот я вот ее показываю, приношу, и они вот так вот и заказывают. Но вот все клиенту по продукции каждому не расскажешь. И поэтому я решила, когда у меня появилась возможность, я тут училась в одной школе в интернете, создать свой блог. Это было в январе месяце. Вот, и я создала свой блог. Вот он, вот такой вид у меня. И вначале я в этом блоге писала, вот писала вначале в этом блоге. Называется он «Немного и обо всем». Я вам потом ссылочку скину на этот блог. Вот тоже страничка еще одна из этого. Видите, тут написано из этого, в этом блоге. Я вначале писала в блоге. Но блог, он немножечко у него, возможности никакие большие. И я как бы думала, что нужно мне побольше возможностей. И в январе месяце я узнала, что можно научиться делать не только самой блоги, но еще и сайты. И поэтому я с января месяца занималась построением сайта. И вот где-то, наверное, первые статьи у меня появились. В конце марта, в начале апреля появились первые статьи. То есть вот теперь у меня есть свой сайт, посвященный полностью Арифлейм. Я здесь пишу о продукции, о том, как ей пользоваться. И он вот именно предназначен для клиентов. То есть они заходят сюда и читают об этой продукции. То есть мне уже не надо каждому клиенту рассказывать одно и то же. Я им просто даю ссылочки на свой сайт. Они сюда заходят и читают. Так, сейчас еще. Вот я сейчас открою следующий слайд. У меня сегодня слайдов немного. Вот, видите, вот это тоже страничка на сайте. Но здесь возможностей больше, потому что здесь есть и каталог, который могут полистать клиенты. Онлайн-каталог. Он хорошо перелистывается, хорошо увеличивается. Единственное, сейчас очень как бы не очень хорошо, потому что компания Арифлейм запретила показывать следующий каталог. Там только можно ввести номер и пароль консультанта. Только тогда покажет. Но вот хотя бы этим каталогом. Они могут там сразу же делать заказы. И заказ приходит ко мне на почту электронную. Хотя, конечно, у меня, наверное, такие консультанты, которые почему-то не очень активно пользуются вот именно заказами через интернет. Каталоги-то они смотрят, а потом все равно заказы приносят по старинке в ручном виде. Вот. И вот я вам еще покажу. У меня есть слайд. Вот такие визиточки я им даю. Вот такие, где они могут посмотреть и в любой момент зайти и посмотреть каталог. Ведь бывает так, что-то смотрели, не выбрали. Потом раз, может быть, через день, через два, когда я уже у них каталог унесла, у них вдруг возникает, ну, какая-то потребность, что что-то им надо. Они тогда могут в любое время зайти на сайт, посмотреть каталог и сделать мне заказ. Или через почту это можно сделать. Или это можно сделать, позвонить мне, потому что у меня есть телефон. Или, может быть, встретить. У нас город небольшой, поэтому у нас тут можно... И встретиться где-то на улице или еще что-то. Вот. Поэтому я вот... Эта работа через сайт мне нравится вот онлайн. Я буду его дальше развивать. Вот. Ну, может быть, какие-то другие возможности добавлять. Пока вот у меня вот такой сайт. Также я, конечно, с ними работаю здесь. У меня на сайте это тоже есть. Я выкладываю свои впечатления. От использования продукта. И о продуктах wellness. Я уже вот когда-то выступала на либинаре и говорила, что к wellness я тоже очень осторожно подошла. Я не любила никакие бады. Раньше я их очень почти не использовала. И поэтому, когда появился wellness, я его не сразу приняла. Вот. Но потом все же решила попробовать. Ну, нам же рассказывать клиентам, которые спрашивают. Поэтому я решила попробовать. Попробовала. Я начала... Вначале на дегустациях пробовала коктейли. Но коктейли как-то на меня не очень впечатление произвели. И потом на меня произвел впечатление коктейлик шоколадный. Очень мне понравился. Я его с молочком пила. И очень вкусно. Вот. А, конечно, я купила wellness pack. И вначале я пробовала на себе. Очень аккуратно, аккуратно. Но постепенно я его начала принимать. И сейчас я его принимаю регулярно. Почти все время. Только если забываю, какой день иногда. Вот. Вначале только покупала для себя. А потом стала советовать и другим. Рассказывать, какие у меня ощущения. Что мне они помогли. Ну, вот это. И вот сейчас, конечно, клиентов не так много. То есть, наверное, тоже присматриваются к ощущениям. Но уже принимают эти витамины моя семья, муж, двое моих детей. Охотно принимают wellness pack. Дочь принимала витамины для укрепления и роста волос. Вот. Сестре покупала на день рождения и коктейль, и витамины wellness pack. И позднее вот одна из них мне тоже заказала, сделала подписку на wellness pack. То есть, вот, когда даешь что-то попробовать, рассказываешь, потихонечку люди как бы доверялись. И я вот считаю, я вот прихожу к клиентам, я считаю, что они мне доверяют. Потому что я же не так, что раз пришла, потом больше к ним не пришла. Поэтому я если говорю, что это продукт хороший, они знают, что это продукт хороший. Я их никогда не обманываю. Если продукт мне не понравился, я тоже могу им об этом сказать. Я, например, говорю, мне этот продукт не подошел. Но это не значит, что он плохой. Он просто не подошел мне. Вот как, например, было с биоклиником. Я его взяла, попробовала, и мне не понравился у него запах. То есть, я когда его наносила, я старалась не дышать, чтобы этот запах не слышать. И когда у меня одна клиентка хотела его заказать и стала спрашивать, как он мне, пробовала ли я его, я сказала, да, я его пробовала. Мне он понравился как крем, но запах у него мне не понравился. Поэтому я, скорее всего, его больше для себя не закажу. Она подумала-подумала, но все же сказала, нет. Я прочитала, о нем очень хорошо написано, я ему все же закажу. Она его заказала, потом я ее спросила, ее ощущения. Она сказала, прекрасный крем, и запах у него превосходный. Не знаю, что он тебе не понравился, почему. Мне он очень понравился. Но я ей сказала, на вкус у тебя этого еще нет. Поэтому я очень рада, что он тебе подошел и понравился. И потом она его еще и другим рассказывала тоже, что очень хороший крем, что он ей понравился. Ну, вот так вот, наверное, мы и тихо не будем. Вот я продвигаю свой продукт, эти продукты работаю. Ну, не знаю, может быть, кто там... Сейчас я вам вот оставлю еще, скину ссылочку на свои интернет-ресурсы. Вот, я скинула ссылочку, если кому-то интересно, может зайти и посмотреть. Сами убедиться, что там есть. Вот, а так, если есть вопросы, я отвечу на них. Вот, спасибо за внимание. А мне, что мне... Спасибо. Спасибо. Спасибо.